Это самая безумная обнова в Гранд Мобайл, ведь она вышла в 4 часа утра на день позже запланированного. А это самый безумный обзор на эту обнову, ведь я его записываю с 6 часов утра спустя 2 часа после выхода. Скажу слёту, да, обновление не жирное, всего лишь обновили арену и добавили пару новых механик. Но то, что добавили, открывает для нас очень много возможностей, не только в плане игры в целом и фана, но и в плане заработка, пополнения хп и стрельбы из оружия. Ола Мигас, на связи Матвей, и это сентябрьское обновление в Гранд Мобайл. Это, без шуток, самое ожидаемое обновление в игре, ведь его бесконечно тизерили, но никак не могли выпустить. Мы уж думали, в этом месяце придётся жить без обновления. Но нет, разрабы просто решили над нами поугарать, конкретно надо мной, выпустив его глубокой ночью, напрочь лишив меня какого-либо сна. Сейчас ты узнаешь про сентябрьское обновление то, что нигде не написано. Это лютый способ заработка без работы всяких обязательств, новая механика стрельбы, самый жёсткий обман с багажником и когда же выйдет вторая часть обновления. Да-да, ты не ослышался, походу это всего лишь первая часть всей обновы. Как всегда, самая эксклюзивная инфа из первых уст на канале Мотивкар, как по мне, отличная причина подписаться, если ты вдруг почему-то этого до сих пор не сделал. Если этого вдруг мало, в благодарной за твой просмотр лайк-подписку специальный подарок от меня для тебя, промокод Мотивкар, который работает на всех серверах Гранда. За его активацию ты на халяву получишь целых 30 тысяч рублей, вип-сатус на неделю, а ещё гелик на 3 дня. Гелик причём стоимостью 15 тысяч реальных рублей, и получишь ты его сразу же после активации. Ну и халявные 100 тысяч рублей на любом сервере Гранда получает игра Games и бойку Джейну Беков. Поздравляю, для получения приза пишите на этот Телеграм, а если на их месте хочешь оказаться именно ты, то просто пиши комментарий, ведь приз получает первый и рандомный комментатор. А теперь давайте узнаем, что я там наснимал за эту бессонную ночь. Пройдёмся сначала по самому интересному, багажник. Думаю, всем известно, что данная функция была и до этого, просто ей было невозможно воспользоваться. Зажимаете палец на машине, нажимаете на взаимодействие с багажником, всё. Так вы можете перекладывать любые вещи, которые вам только захочется, заполнив не более 15 ячеек. И сразу скажу, что да, такой объём багажника абсолютно на всех автомобилях. Что на самом деле грустно. Думаю, было бы неплохо добавить более объёмный багажник в большие машины и менее в маленькие. Это, кстати, добавило ещё одну неплохую характеристику при покупке машины. Но на самом деле большого смысла в этом багажнике нет, потому что пользоваться им можете только вы на личном транспорте, при этом при передаче транспорта другому игроку содержимое багажника очищается. Но разработчики сделали это неспроста, и здесь мы переходим ко второй теме. Вторая часть обновления. Дело в том, что ещё в конце августа разрабы тизерили систему рынка. Место, на котором можно будет продавать или передавать скины, аксессуары и прочие предметы другим игрокам. И если бы разрабы сейчас добавили функцию передачи предметов другим игрокам через багажник, то по факту бы слили функцию передачи предметов. А учитывая, как долго разрабы тянут на первый взгляд простую систему передачи предметов, готовят они что-то совершенно инновационное. Что ж, теперь поговорим про самое масштабное изменение в игре — арена. В какой-то момент я подумал, что добавленную ещё в феврале арену разрабы успешно забросили. И если раньше арена в Гранд Мобайл была чисто локальным развлечением, ну, в которую можно погонять чисто со своими братюнчиками с фракции, то теперь это полноценная отдельная игра от Гранд Мобайл со своей системой прокачивания, способом заработка и многим другим. Я науспел играть в арену где-то около часа. И за это время я успел найти несколько интересных лазек, позволяющие больше заработать арена поинт, ну и вообще чаще побеждать. Больше всего мне не зашёл бой насмерть, и это даже не потому, что у меня багнутое управление при стрельбе. Дело в том, что слишком много игроков на карте смертельного боя, соперники спавнятся буквально в одной точке с вами, сводящая всю победу лишь к удаче. Мне кажется, лучше строго ограничить количество участников в одном бою, или хотя бы выдавать бессмертие на первых секундах после спавна. Относительно арена поинтов, это а-ля внутриигровая валюта арены, бой насмерть далеко не самая прибыльная игра. За 20 минут игры мне удалось нафармить около 30 арена поинтов. В картинге ничего не изменилось, а что вот действительно претерпело колоссальные изменения, так это дерби. Прежде всего, здесь очень много фармится арена поинтов, всего за полчаса игры я смог нафармить около 80. Также, на мой взгляд, это самая увлекательная мини-игра. Ну, а ещё здесь очень серьёзная и большая система прокачки. Для улучшения своих результатов за накопленные арена коины, вы можете прокачивать свои автомобили, или вовсе купить новые. Также в магазине арены можно прокачивать характеристики оружия, но это для любителей дуэлей, боёв насмерть, прокрутку колеса удачи и скин хазбика. Но опять же, друзья, если вы хотите конкретно фармить арена коины, то для этого лучше всего подходит именно дерби. Конечно, за взятие призовых мест, за топ дня, топ недели, топ месяца, стрелки тоже будут получать награды. Но согласитесь, это менее гарантированный способ заработка. Может, вы туда попадёте, а может и нет. Думаю, это всё, что нужно знать про обновлённую Гранд-Арену. Опять же, друзья, её переделали почти с нуля, и играть стало намного интересней. А то, что онлайн Гранд-Арены теперь берётся со всех серверов сразу, не даст вам долго ждать соперников. Ну, а теперь давайте я вам расскажу несколько секретов сентябрьского обновления, которые помогут разбогатеть в Гранд-Мобайл. Во-первых, это новый способ АФК прокачки аккаунта. Ведь теперь, находясь в арене, вам будет засчитываться Payday, и таким образом вы можете просто зайти в арену, ничего не делать, вас автоматически будет кидать в игру, вас будет кто-то убивать, вы будете возвращаться в лобби и так по кругу. Ну, и админ не сможет вас кикнуть за АФК. Во-вторых, прокрутка рулетки в казино теперь даётся всего за 3 часа игры, против 6, как это было раньше. При этом, ежедневные кейсы за каждые 2 часа игры оставили. В-третьих, новые дешёвые кейсы, кстати, с очень выгодными призами. В-четвёртых, добавили новые машины, причём не донатные. В автосалоне среднего класса появилось 3 новых автомобиля, которые вы сейчас видите на экране. Ну, наконец-то, на самом деле, а то новых машин в автосалоне добавляли месяца 3. Ну, и в-пятых, новый посёлок около Лыткарина. Насколько я понял, тут только элитные дома, плюс магазин 24 на 7, плюс АЗС. Так что, у кого скопилось несколько лишних миллионов рублей, прошу любить и жаловать, ловите новые дома, новый бизнес. Лично для меня, с моей семьёй Motivcar Family на всех серверах Гранда, это отличный шанс обзавестись жильём. Кстати, вступить в лучшую семью в игре ты можешь уже прямо сейчас, оформив любую подписку на моём бусте. Помимо лучшего имущества, тачек, много денег, ты также получаешь много привилегий, связанных со мной и моим каналом. Личное общение, работа со мной, админка на моих стримах. В общем, переходи по ссылке в описании и проверяй всё самостоятельно. Такое вот короткое, но интересное обновление вышло. Огромное спасибо за просмотр, если было интересно, обязательно ставь лайк для продвижения. Пиши в комментариях, что в этом обновлении тебе понравилось больше всего и что бы ты ещё хотел добавить в игру. А если ты всё ещё здесь, пиши в комментариях Дерби, ведь все такие комменты я обязательно лайкну. Смотри другие видео на канале, и по традиции с вами, как всегда, был Матвей. Аста лояго.